Всем привет! Сегодняшнее видео я бы хотела посвятить основным трендам в мире парфюмерии, которые вот уже несколько лет сохраняют свое такое мощное влияние и входят в 2023 год. Разберем с вами не только популярные какие-то ноты, но и также направления. Подоговорим о том, что сейчас важно парфюмерным домам и постараемся во всем этом разобраться. Первый тренд, на который я бы хотела обратить внимание, это гендерная нейтральность парфюмерии. Я думаю, вы заметили, что в наших обзорах достаточно часто встречаются ароматы, которые принадлежат категории унисекс. Это действительно очень круто. Многие известные парфюмерные дома придерживаются этой направленности. Сегодня появилась возможность не только мужчинам пользоваться какими-нибудь нежными, мягкими, сладкими, цветочными ароматами, но и женщины все чаще стали отдавать предпочтение таким жестким, ярким, грубоватым, дымно-древесно-кожаным ароматам. И это действительно очень круто. Второй тренд это постепенный уход от таких вот сладких, приторных, каких-то супер ванильных химических запахов. Этот тренд меня не может не радовать. Вы знаете, что я не поклонница таких ароматов. Сейчас парфюмеры отдают предпочтение каким-то натуральным запахам, да, с нотами цветов, с природными какими-то нотами. Также последние тенденции показывают нам, что нота табака, дыма сейчас очень актуальна и популярна. Очень многие известные парфюмеры добавляют ее в разные композиции. Такие парфюмы всегда звучат шикарно, всегда звучат дорого, определенно выделяют вас на фоне остальных. Лично я сама такие запахи очень люблю. Также среди модных направлений сейчас морские акценты, моно, ароматы, в которых используется всего одна нота. И такие запахи, они сейчас на пике популярности. Третья тенденция это рост популярности нейтральных ароматов. Нейтральные ароматы это парфюмы с запахом чистоты, с какими-то минеральными акцентами, морскими акцентами. Это такие запахи, которые не затрагивают чужое пространство. То есть ароматы не густые, не удушливые, не чрезмерно заметные. Люди учатся относиться с уважением не только к себе, но и к окружающим. Тоже, на мой взгляд, достаточно полезный, приятный тренд. Еще одной неочевидной тенденцией являются ароматы без воды. То есть это такие масляные духи, которые характерны как раз-таки для стран Востока. Не всегда это удобно, потому что масляные духи, они могут оставлять достаточно неприятные следы на одежде и подходят, в общем-то, не всем. Они являются более стойкими, но здесь нужно выбирать их с большой осторожностью. Ну и последний тренд, который преследует нас уже на протяжении нескольких лет, и связан он не только с миром парфюмерии, это этичность. Это веганские формулы, отсутствие тестов на животных, это и натуральные составы, да, и это все-все-все-все-все, о чем кричат сейчас из каждого утюга. Это хороший тренд, мне он нравится, но что касается мира парфюмерии, здесь, конечно, стоит сказать о том, что есть все-таки некоторое лукавство. Например, духи и так не тестируют на животных, тестируют там некоторые компоненты, и то сейчас уже от этого, конечно, все стараются отходить. Что касается натурального состава, я вам в предыдущем видео рассказывала о том, что сейчас очень маленький процент компонентов в парфюмерии натуральный, да, в основном каждый компонент сейчас имеет синтетический аналог, который не уступает по качеству, ни в коем случае не является каким-то вредным, нет, он скорее призван сохранить яркость, стойкость, насыщенность аромата, и никак на качество он не влияет. Ну и что касается веганских компонентов, да, в принципе, в мире парфюмерии компонентов животного происхождения не так уж много, и все они имеют свой синтетический аналог, поэтому за это не стоит волноваться, если вам важен этот тренд, да, если вы придерживаетесь какого-то вот осознанного этичного потребления, то можете спокойно пользоваться любым парфюмом, который мы обозреваем, все они следуют этой тенденции. Ну вот и все, мы будем внимательно следить за новыми тенденциями, какими-то появляющимися трендами, пытаться держать вас в курсе. Если вы заметили какие-то новшества за последние 2-3 года, можете тоже писать в комментариях, думаю, будет интересно всем почитать. Всем пока!